Добрый день! Мы сегодня будем манипулировать вот этими тремя листочками. Листочки у нас будут символизировать листочки мацы. Поскольку я не хотел пока снимать ролик с живой мацой, а наглядность не потеряется, даже если мы будем работать с листочками, поэтому я хотел показать вам, как нужно себя вести вместе с в случае, если вы делаете седр вот с тремя листочками мацы, которые нужно традиционно положить на пасхальном седере перед тем, кто делает седр для всей семьи. Почему мы говорим перед тем, кто делает седр для всей семьи, потому что это важно, сейчас вы послушайте и поймете. Итак, написано взять три мацы. Написано маца первая напротив коэн, маца вторая напротив леви, маца третья напротив Исраэль. Три части еврейского народа называются кли, то есть сосуд или инструмент для раскрытия славы Всевышнего в этом мире. И напротив хохма бина ведат, да? Мудрость, понимание, знание. Окей? Теперь так, почему, откуда появились в принципе три мацы? Это очень интересно. Оказывается, у нас в любой праздник есть правило кушать от двух хлебов, да? Поскольку в субботу и празднике Всевышний делал так, что выпадал ман на два дня на пятницу и на субботу. И поэтому в память об этом мы всегда берем два цельных хлеба в субботу во все трапезы. И в Йомтовы праздники во все трапезы. Теперь у нас оказалась такая интересная вещь. Написано по поводу Песоха, что маца, она называется лехемони, хлеб бедности. И говорит Геморав, в чем выражается то, что это хлеб бедности? То, что это хлеб, у бедняка у него нету целого большого куска. У него иногда бывает кусочек хлеба. Он смог добыть себе только краюшку, получил только маленькую пайку, да? У него есть, так сказать, небольшой кусочек. Поэтому мацу хлеб бедности нужно есть именно от куска. И есть интересный спор мудрецов. Что это значит? Есть мудрецы, которые говорят, что это значит, что в Песох нет понятия, нужно брать два хлеба. Нужно брать один цельный хлеб и второй половинку не целый. Есть мудрецы, которые говорят не так. Нет. Как обычно, в праздник Песох есть закон, нужно брать два цельных хлеба. И нужно взять третий хлеб, да, который будет пурса, кусочек надломленный. Как у нас этот кусочек получается? Когда мы говорим яхац, да, порядок седра, кадеш урукхац, сначала мы делаем кедуш, потом мы моем руки и кушаем карпас, кусочек небольшой какого-то овоща, который призывает детей задать вопрос, почему мы еще не сделали, не съели хлеб, а уже едим овощи. А потом мы делаем, начинаем отвечать на вопросы. Когда мы начинаем отвечать на вопросы, мы делаем яхац, карпас, яхац. Делим мацу на две. Большой кусок кладем, прячем, это будет наша фикоман. Мы его съедим в память о пасхальной жертве в конце пасхальной трапезы. А вот этот кусочек, мы его называем лэхэм ойни, хлеб бедности, или лэхэм ойни, хлеб, на который отвечают много ответов. И то и другое от слова айнун юд. И это и есть кусочек мацы, на котором мы расскажем всю агоду, весь рассказ выхода из Египта. И мы ее будем есть в качестве митсва от маца, поскольку это и есть лэхэм ойни, хлеб бедности. Заповедь мацы мы говорим на нее. И поэтому, когда мы берем три хлеба, у нас здесь есть два напротив праздника и один напротив маца. Маца хлеб бедности. Вот этот вот третий кусочек. Поэтому, когда мы уже делаем на тилат едаем, делаем, после того, как мы закончили агоду, выпили второй стакан вина, мы говорим, делаем на тилат едаем и говорим, ашер кедушану в митсвута вецывану, а лихрят маца. Но, после того, как мы сказали, благословляем на хлеб, маца наш хлеб, и мы говорим, благословяем Всевышний, который осветил нас заповедью маца. Так у нас возникает такой вопрос. Для того, чтобы поесть, как обычно, от хлеба, нужен цельный хлеб, поскольку у нас есть два хлеба, как в обычный праздник. Поэтому нужно кушать от вот этой мацы, цельный. Но у нас есть и закон кушать от мацы вот этой вот кусочка. Поэтому нужно поесть от них, от обоих. И поэтому появляется такой закон интересный, что нужно съесть как маслинка от этого кусочка и от этого. Примерно треть, половинка листочка мацы нужно съесть. И так получается у нас мы делаем. Нет, сначала мы говорим так. Вот этот третий лист откладываем. Потом говорим. Начинаем есть эту мацу. Едим ее оба, склонившись на левую сторону. Съедаем мацу. А вот этот кусочек мы оставляем на корех, когда мы будем кушать мацу вместе с марором, с горькой зеленью, как написано по мнению Гилель. Гилель, теперь от чего же нужно нам дать сидящим людям? Все эти люди, которые сидят с нами, у них есть тоже заповедь съесть от цельного хлеба. Обычно люди начинают давать от вот этой вот мацы своей. От нее не надо давать. Кусочек мацы можно положить перед каждым тем, кто находится на вашей трапезе. Не обязательно давать от своего кусочка. Ваш кусочек и их кусочек нет. Не нужно их мешать. Вы можете дать каждому свой кусочек мацы заранее, но для того, чтобы они все попробовали от цельного хлеба, на который вы сказали о моцелях именарис, тогда каждому нужно дать по небольшому кусочку. Понимаете? Я всегда никогда не понимал. В этом году просто разобрался в этом. Никогда не понимал. Всегда тоже думал, нужно дать от этого. А у тебя много гостей, как каждому дать целый размер кизаи, как маслинка. Это тяжело, сложно. Получается, у тебя все заканчивается. От чего же тебе есть, нужно брать оттуда. А тебе нужно выполнить. Тебе нужно поесть от леха мишнея, от двойного хлеба, как в праздник. Тебе нужно поесть от этого кусочка. Как быть? Так я говорю, достаточно дать от этого вот цельного хлеба, мацы как бы, да? Дать по чуть-чуть каждому присутствующим. А от этого кусочка давать вообще никому ничего не нужно. Каждому нужно положить его кусочек мацы. И тем самым выполняет заповедь кушать от кусочка, как хлеб бедности. Всем счастливого Песоха. Без рата шем. Будут какие-то, если еще, блоги и идеи, которые мне прояснятся. Мы постараемся об этом тоже сказать. Но если нет, то всем Песох кошер гусамех. Продолжение следует...